Привет, друзья! Подписчики мои! Сегодня у нас вот такие вот два рандом-бустера B-170, компания Takara Tomy, и у нас сегодня два горячих металла, а уже, не знаю, завтра выйдет обзор на белого Диаболоса. И, друзья мои, где купить? Так очень просто. Магазин Аправлельский.ру. Ссылка открывается в описании к этому ролику. Вы можете купить и такой рандом-бустер. Люцифера, СБ, Мастер Диаболоса и много чего еще. Ссылочка в описании. А по моему промокоду BASON вы получите скидочку. Поэтому, ребятки, прямо сейчас переходи по ссылочке в описании и смотри, там много всего интересного. Там арена и пускатель. О, Лорд Сприган. Куча-куча. Обожаю годный сайт. О, смотри, спаркинг, пускалка двойная и с искрами крутейшая. Ролик тоже был на канале. О, смотри, Слинкшок появились у них. Куча-куча всего. Ну, что там есть еще? Ой, смотри, Дэд Фенингс, Takara Tomy, сильнейший волчок до сих пор. Арена, рандом-бустер. Ну, короче, ребята, ссылка в описании. Посмотрите, правильский.ru. Вот такой магазин. Сегодня мы смотрим. Горячий металл. И я уже говорил, что я за то, чтобы они вбрасывали горячий металл в рандом-бустерах. Единственное, конечно, я все-таки больше склоняюсь к тому, чтобы они вкидывали один волчок. Ну, типа два, это слишком много. Потому что одно дело, когда ты получаешь, допустим, себе все восемь волчков, это прикольно. Другое дело, когда ты, допустим, накопил там какие-то деньги, заказал себе эту штуку рандомным образом, и тебе приходит горячий металл. Ну, честно говоря, это уже наводит на мысли. Поэтому горячий металл в рандом-бустерах это скорее приятный бонус для тех, кто покупает себе сет целиком. Вот. В других же случаях... О, слушай. О, это же Феникс. А, нифига, это Феникс. Серьезно? Вау, это же Феникс. Это очень хорошо. Давайте его откроем. Выпустим птичку. У меня тоже есть Феникс. Видали? А еще дракот. С другой стороны, но его не видно здесь на камеру. Ха-ха-ха. Вот. Ребята, кстати, напишите в комментариях. Я хочу... У меня мой канал с игрушками скоро соберет 100 тысяч подписчиков. А моя традиция на каждую сотню бить себе новую татуировку. Вам я этого ни в коем случае делать не советую. Это дело лично у каждого. Но напишите, какого зверя мне набить выше. То есть на плече. Будь ли это Форнеус, типа акула, может быть Пегас, может быть Леопард. Напишите в комментариях. Потому что Феникс для меня это символ моего возрождения. Дракон символ борьбы. Вот. Поэтому что же набить дальше? Пиши в комментариях. Так. О-о-о-о. О-о-о. Ребята, посмотри. Это же у нас голубенький драйвер от Звая Лангинуса. Ну, который вот у меня... Ой, Звая Богомута, который у меня офигенный. Просто я его обожаю. Смотри, с огнями. Очень круто. Плюс он еще усилен золотой пружинкой. Вау. За это огромное спасибо. Так, аратоми. Давайте скорее откроем. Подожди. Что-то я не понял. Стоп. У него есть принт. И есть еще наклейка с принтом. Че-о-о? 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 Как так вышло? В смысле? Почему? Вот, кстати, аратоми. Вот так сложно делать. Зачем вот эти вот наклейки? Я не понимаю. По крайней мере, на горячем металле. О-о-о. Диск 2.0. Подожди, да я посмотрим. Может быть, в инструкции не надо... Ну, как бы, не надо клеить наклейки на него? Че-то я не пойму. Да нет, надо наклеить наклейку. Странно. Странно. Ну, короче, бэй. Очень похож он, кстати, на бэйблейд из предыдущего золотого, который был предпредыдущий. Офигенный. Офигенный. Ну, кстати, усиленная пружина его не сильно, я думаю, от взрыва спасет. Офигенный. Вау. Бернвилл. Колесо взрыва. Но это было... Было это в оригинальных, которые самые первые были бэйблейды? Потому что в том смысле Бернвилл это глупость, там ничего не Берн. Хотя нет, горячее колесо, в принципе, да, наверное, Берн. Я тут просто что-то про Берст подумал. И второй у нас горячий металл. Смотрим. Ого! Вот это здесь, конечно, здоровая пачка наклеек. Такая нормальная, чтобы можно было еще и себе на нос наклеить. Давайте посмотрим на него. Так, ну, QR-код. Слушай, ну, наклеек тут очень много. Прям, прямо-таки дофига наклеек здесь. Хорош, хорош. Так, и давайте... Слушай, халявных рам нам не завезли, да, я смотрю в этот раз? Я не понял. Это как так? Это каратомик. Что это? А, вот. Есть? А, нет, здесь тоже нет. Странно. Что, только одна рама, а в белом я пока не знаю, в Диаблосе есть ли рама или нет. Так, смотрим на его диск. Опа! Опа! Диск 0-0 от императрического Форнеуса. Хм. У нас металлические диски. Я думал, из второго нет. Второй и третий сезон. Окей. Вау! Камон! Подожди, серьезно? Драйвер Черч выносливый с усиленной пружиной? Это где такое видано? Это вообще что такое? Ребята! Да, да. Здесь в данном случае есть смысл купить два этих волчка, потому что выносливый драйвер с усиленной пружиной. Это же ему можно на рактовора нового, который гладит, напилить его и горе, не знать. Вот это, Токаратоми, спасибо. Вот эта штука я не ожидал. Вот это безумно приятно. Хотя диск, кстати, очень-очень легкий. Смотрим его. Ну, опа! Нифига себе. Открытие с открытием. Короче, смотрите, у него металлическая пластина сверху. Обычно они их делают не без металла, а тут прям металлическая пластина. Офигеть. Очень похож на Волбурга. Это не вообще не Волбург? Подожди. Или я? Rare 1, Rare 2. Rare 2 это которая? Вот этот Rare 2 или вот этот Rare 2? Подожди, а это не Волбург с Лучасом? Ну, очень похож на Волбург. Да это Волбург в натуре, подожди. Ну да. А мы сейчас узнаем. Там должно быть на клейках написано. А, это Дранзер. Это не Волбург, это Дранзер. Ок, все удобно, что на клейках написано название таких, как я, затупков. Так, ну-ка. Вот это вот склейка. Вот это вот спайка. Это просто осумно. Круто. Слушай, ребят, ну все, клеим наклейки и понеслась. А вот и они, исправленные и улучшены. Хотя вот в случае этого, если наклейки особо так сильно не выделяются, и в принципе он и без них был норм, то вот, конечно, уже с Драйзером, А.К. Волбургом, уже ситуация немножко меняется. Он более стал ярче выразителей. Металлическая пластина в верхней части, это вообще огонь. И усиленный драйвер черч, это очень круто. Ну что ж, погнали. Фиг соберешь его. Погнали батлить. Итак, секретные баттлы. У нас здесь кто? Дрэнгзер и против вот этого ноунейм-болчка. Давайте скорее посражаем. Оба соперника вращаются в правую сторону. И это, ну мне, для меня это хорошо. Драйвер черч. Шикардос. На драйвере черч, друзья мои, все становится намного лучше. А-а-а, все. Это фиаско, братан. Че-то ты сегодня как-то дрейзер показал нам себя сегодня не с самой великой, лучшей стороны. Вот так вот, ребятки. Вот так вот. Да, слушай, вот этот вот бирюзовый волчок просто топ. Дрейзер, конечно, уступает ему довольно-таки сильно. Но в целом, я думаю, если приноровиться и научиться играть, то это будет нормальный волчок. Драйвер черч, это прям респект. Вот такое было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. С вами был Чудышний Угамош. Огромное спасибо, что вы сегодня были все здесь со мной. Всем удачи, все. Пока-пока.